Доброе утро, уважаемые трейдеры! Что может стать довольно интересным в плане триггера и движения катализаторов, опять же, поведения многих финансовых инструментов. У нас, как и всегда, в центре внимания доллар, потому что уже давно пришли к выводу, что американец движен мы сейчас тремя идеями. Это предстоящие ужесточения монетарной политики, это, собственно, ожидаемая налоговая реформа, как первая явная демонстрация того, что Трамп готов выполнять свои предвыборные обещания. И вот, с некоторых пор, для поведения американца очень актуальна является тема, касающаяся эскалации геополитической напряженности в отношениях Северной Кореи. Эта тема то вспыхивает, то утихает, то, собственно, приковывает внимание, провоцирует трейдеров на уход защитных активов, то ситуация становится более-менее нейтральной, а трейдеры устают обсуждать и, собственно, снова перейтируются на статистику. Прошел еще, по сути, один месяц, сетябрь уже что-то остается неделя, завершаемый этот период, но новостная картина остается прежней. Это, с одной стороны, конечно же, не позитивный момент, потому что неопределенность в отношении всех этих моментов, которые я только что перечислил, трех столповых для движения доллара, она сохраняется. А будучи фундаменталистами, мы не можем, скажем, точно, стратегически бросить в топку какой-то серьезный катализатор, которым с большей уверенностью можно было бы оправданить то, что американская валюта должна расти. Но, будучи оптимистами, мы верим, что позитивные сдвиги должны случиться, мы верим, что США, Северная Корея при всем, зачастую воинственном тоне, сохраняют здравомыслие, поэтому момент невозвратности все-таки пройден, не будет. Мы ждем налоговую реформу, вы помните, что на прошлой неделе полагали, в соответствии с присутствующими ожиданиями, что в каком-то формате она должна была быть озвучена. Однако, вот, неделя миновала, и нас, как всегда, обманули представители трамповской администрации, потому что даже подобие какого-то налоговой реформы, либо какие-то подробности по этому документу представлены не были. Ну, вот, единственное, что выступило бальзамом, скажем, для нас, для покупателей, так это решение американского регулятора по поводу баланса, колоссального баланса ценных бумаг, 4,5 триллиона долларов. Это сокращение баланса, это расписанная дорожная карта на многие годы вперед, десятки лет, особенно если особо темпы сокращения баланса меняться не будут, чтобы избавиться от такого портфеля. Нужно, конечно же, с учетом 10-миллиардной коррекции в рамках месяца, даже трудно сейчас сходу сказать, сколько лет, но думаю, что вы понимаете, о каких периодах идет речь. Конечно же, объемы будут корректировать их, будут увеличивать, но сам факт, первый признак проявления, либо еще одного подтверждения жесткоманитарной политики, он налицо. Поэтому у доллара есть, конечно же, вот эти основания внутренним американского происхождения, которые должны стать причиной еще большего роста. Но пока мы довольствуемся очень скромными котировками по паре доллара и иена 112.26, потому что понимаем, что с одной стороны и есть то, что отыгрывает в плане опозитива, а с другой стороны, вот снова выходные миновали, и у нас новости по поводу Северной Кореи. Опять же, вот этот пропагандистский ролик наверняка, о котором вы слышали, их удачной ракетной атаки по, собственно, авианосцу и так далее. Это, конечно же, уже тревожный сигнал. Северная Корея не унимается, ну и, сумеется, Трамп, будучи, скажем, человеком, который открыт к такого рода очень жестким обсуждениям, тоже периодически забрасывает тот или иной не совсем миролюбивый комментарий по поводу данных событий. Поэтому сегодня мы видели с открытия, опять же, торгов, с одной стороны, рост доллара, но сейчас, в принципе, американская валюта снова корректируется, и с локального хайства 12.50, который был зафиксирован на старте азиатской сессии, мы уже находимся рядом с отметкой 112. Это все отголоски, опять же, вот этой перепалки, которая идет между США и Северной Кореей. Опять же, друзья, очень мне хочется снова обсуждать эту тему. Надеюсь, что в этот раз настроение в отношении данной тематики очень быстро подукаснуто, и мы снова вернемся к экономике, к статистике, к макроэкономическим отчетам, тем более, что на этой неделе у нас заказан товар длительного пользования, на этой неделе у нас годовые данные по ОВП, личные доходы, личные расходы. В этой статистике мы, кстати, будем искать первые признаки, свидетельства об активности потребителей, что все очень является подтверждением, либо доказательством для улучшившей ситуации заработными платами. Мы будем также следить за регулярными отчетами по рынку труда. В целом эта статистика тоже важна, тем более, что мы закрываем сейчас сентябрь, уже совсем скоро. Первая пятница, уже октября, когда традиционно нас ожидает Non-Farm Perils, которые, как вы помните, даже руководство с комментариями американского регулятора в этот раз будут хуже, скажем, чем прошлые периоды, потому что текущая статистика будет отражать последствия ураганов, что Харви, что Ирма. И мы к этому готовы, поэтому я надеюсь, друзья, то, что вы не будете особо разочарованы, если статистика выйдет хуже, чем, опять же, хотелось бы ее видеть. Это исключительно временное явление и какого-то позиционного вклада в изменение риторики ФРС нас, конечно же, не обнесет, поскольку сам ФРС подготовился к локальной слабости релизов. Давайте поговорим про нефть. Сейчас котировки Абрента 56.34, в принципе, те же самые уровни, что мы видели на закрытии прошлой пятницы и все недели. В пятницу центральным событием стала, можно сказать, регулярная встреча технического комитета. Это не полномасштабное заседание со всеми вытекающими последствиями в плане важных принятых решений. Мы готовились к тому, что это будет всего лишь очередное чаепитие, никаких судьбоносных решений озвучено не будет, но и, в принципе, оказались правы. Почему нефть выросла? Ну, с одной стороны, вы помните, у нас на конец недели еще уходит отчет по Baker Hughes, по статистике по количеству нефтиных сланцевых терминалов. Небольшое снижение в этот раз. Я не буду повторяться в плане того, как анализировать эту статистику. Надеюсь, то, что показатели по добыче нефти явно вам сигнализируют и указывают на то, что активность сланцевых производителей находится на очень высоких значениях. Мы помним прогноз администрации электрической информации, то, что октябрь плюс 79 тысяч. Ну и, конечно же, мы руководствуемся логикой и здравым смыслом. Если количество терминалов, да и активность сланцевых боровых была на довольно хорошем уровне, когда котировки нефти держались ниже 50, то сейчас, когда цены на нефть больше, чем на 10%, превышают старые цены, конечно же, у бизнеса больше, скажем, возможности для роста коэффициента маржи и, соответственно, получения большей выгоды. Я надеюсь, что от Baker Hughes проанализировали, приняли к сведению. Все, живем дальше и помним, чем мы руководствовались ранее. Что касается соглашениям, точнее, о встрече ОПЕК, единственный позитивный момент, который мог, кстати, повлиять на настроение, то, что каким-то чудом, не знаю, на основании чего представители ОПЕК сошлись во мнении, что соблюдение договоренности по увеличению производства сейчас находится на рекордных показателях с начала 2018 года. 118 процентов, по-моему, такой показатель обсуждали, довольно странно. Очень сильно контрастирует эта оценка с теми прогнозами, которые мы, друзья, видели с вами от Международного энергетического агентства. Помните, там ссылаясь на то, сколько нефти добывается сейчас в Ираке, и, соответственно, ссылаясь на выполнение соблюдения квот по ограничению производства, была цифра в районе 35 процентов, то есть гораздо ниже. Я склонен все-таки верить больше Международному энергетическому агентству, потому что это непредвзятая организация, максимально объективная, и с большей, мне кажется, чистоплотностью подходит к демонстрации тех цифр, которые сейчас характеризуют на нефтянку. Поэтому, ну да, может быть интересно для покупателя бы услышать про 118 процентов выполнения соглашения. Но, надеюсь, те, кто следит не внутри дня за нефтянкой, а наблюдает за вот этой долгосрочной картиной, понимают то, что истинные цифры могут быть совершенно другими. Очень, скажем, внимательно трейдеры следили за тем, что будет озвучено по факту, опять же, планов Оливии и Нигерии. Они, кстати, участвовали в этой встрече технического комитета, обсуждалась возможность их присоединения к соглашению, но вот дальше снова дело не пошло, потому что Ливия и Нигерия снова не взяли на себя обязательств по снижению добычи, отметили, что когда-нибудь, в будущем, когда-то будут зафиксированы определенные показатели, они станут членами вот данного соглашения, энергетического папы. Но пока что эта история умалчивает, когда это случится, я думаю, что уж точно не в этом году. Из локальных факторов, что у нас интересного? Я напоминаю то, что сегодня в Ираке, в Курдистане состоится референтум, который приурочен всем независимости региона. Основные выборы состоятся в нескольких провинциях. Одной из этих провинций является Киркун. Важно, что здесь, то что здесь по, опять же, месторождениям по емкости сосредоточено по запасу около 45, по-моему, миллиардов баррелей нефти. Чтобы вы понимали, это настолько много, что примерно одно вот это месторождение, это аккумулированные показатели всех, опять же, ресурсов, всего ресурсного потенциала, который характерен для Менгерии. И какую идею здесь можно озвучить? Если итоги этого референдума будут, скажем, определенного толка, это может стать причиной локального беспорядка. Любые ближневосточные беспорядки – это риск для нефтяной инфраструктуры, для работы, для эффективности ее функционирования, риск перебоя, собственно, деятельности и потенциальных поставок. Конечно же, когда это мы начинаем обсуждать, допускаем то, что локально у цен на нефть могут быть драйверы для роста. Я сейчас не собираюсь отказываться от этих слов. Действительно, если мы сегодня будем наблюдать рост бренда в районе 57 долларов за баррель, это можно будет точно связать с последствиями референдума. Если же все-таки котировки нефти сохранят нейтралитет, то предлагаю руководствоваться прежним фундаментом, а именно статистикой по росту запасов нефти. Уверен в том, что какое-то время она и будет неизменной, то есть со знаком плюс. Руководствоваться данными высоких показателей нефти, добычи в США. Не забывать про прогноз администрации политической информации по поводу того, сколько они ожидают в перспективе ближайшего времени. Ну и, собственно, все-таки видеть правильные, верные и нужные последствия очередной встречи, где никаких решений озвучено не было, и вопрос с продлением, опять же, этого соглашения за период марта 2018 года остался в подвешенном состоянии. Но не вижу я, друзья, при всем желания какого-то мощного позитива для нефтянки, поэтому, собственно, как и раньше, склоняюсь к идее целесообразности продаж. Рубль 57-55, до тех пор, пока мы не увидим, собственно, бренд ниже 55, нам не удастся приблизиться к 60. Но надеюсь, что это вопрос, скажем, ближайшего времени. Доллар японская иена. Ну, отчасти мы уже поговорили про американца. Я надеюсь, что вы все-таки верите в рост доллара, верите в то, что решение американского регулятора по поводу сокращения баланса. Конечно же, уже тогда стало причиной локального роста доллара, но это решение будет и дальше дисконтироваться. Стоимость американцев вступает, и в силу только с октября. Напоминаю, что помимо сокращения баланса, накопленного за период действия программы количественного смягчения, представители ФРС подтвердили приверженность политике более высоких процентных ставок и признали уместность, целесообразность еще одного шага по росту ставок до конца этого года. В декабре, при этом, собственно, это решение. Важно отметить то, что очень сильно изменился баланс голосовок. Если раньше за повышение процентной ставки выступало меньше, скажем, половины, в этом году, важно отметить, меньше половины голосующих членов ФРС, то сейчас их уже порядка 70-80% от общего голосующего комитета. И вот этот слом позиционирования произошел на основании последних данных по инфляции, потому что инфляция выросла в годовом выражении до 1,9%. Это немного не дотянка показателей до цели. Кто-то скажет то, что рост инфляции – это последствия ураганов. Я соглашусь, это действительно так, потому что мы видели, что происходило с ценами на топливо и рост цен на тот же самый бензин. Он традиционно – это компонент, одна из основных, которая влияет на инфляцию. Но параллельно ведь с общим показателем инфляции была и базовая инфляция, которая не учитывает цены на продовольственные товары и на энергоносители. Она, кстати, выросла тоже на 0,2%. Это, на мой взгляд, явное подтверждение того, что прежний прогноз ФРС о том, что низкая инфляция – это временное явление, оправдан. Поэтому ждем дальнейшего роста, по крайней мере, не снижения. И ждем, что ФРС к декабрю все-таки подведет чуть ли не до 100%. Вероятность повышения процентной ставки, потому что это в духе американского регулятора готовить рынок к тому, к всем решениям, которые фактически принимаются. Сейчас вероятность повышения процентной ставки 75%. Уже хорошая цифра, чтобы с ней работать. Уже достаточный показатель оценки, опять, этого контракта, чтобы уберить в жесткую политику. Говорить о контрасте, опять же, показатели доходности следить за дальнейшей статистикой, собственноручно подтягивать эти вероятности ближе к 100%, потому что не думаю, что релизы будут разжировать. Но весь этот сценарий будет прекрасно отрабатываться только в том случае, если у нас будет возможность в меньшем негативном ключе говорить о конфликте, эскалации напряженности в отношениях между США и Северной Кореей. Надеюсь, что у нас будут для этого все возможности, и мы сможем, как и хотелось бы, больше сфокусироваться на статистике. 112 иен сейчас за доллар даются небольшим. Американская валюта против иены держится на максимуме за несколько недель. Наша с вами цель, как и раньше, остается 115. Насколько бы крутоват уровень не был сейчас, но он реально достижим. Тем более, что мы уже, собственно, восстановились с отметки 108, даже были ниже. Это порядка уже полтысячи пунктов. Дальше идем, друзья, евро против доллара. Здесь, к сожалению, ничего интересного сказать не могу. Но единственное, что в пятницу вышли показатели по активности в производственном секторе услуг и промышленности, что в Германии, что еврозоны. Поскольку на нас у были выборы в Германии, я не был удивлен, потому что статистика оказалась настолько крутой. 66 с 59,3, это в производственном секторе Германии, максимальное значение за последние 6,5 лет. И вот сегодня наткнулся на очень интересную статью, которая является опровержением того, что именно партия Меркель и ее канцлерство стало, опять же, залогом таких прекрасных результатов, которые удается показывать промышленности Германии. И основной аргумент этого опровержения заключается в том, что так уж совпало. Повезло Меркель, то, что она оказалась у власти в тот период, когда стал активно расти азиатский регион. Рост азиатского региона, это, соответственно, и повышенный спрос на продукцию, которая и поставляется со стороны ключевых регионов Европейского Союза, да и в целом всей еврозоны. Но для кого-то много там, конечно же, скажем, сомнительных моментов, но в целом я думаю то, что та статистика, с которой мы работали в последние недели, месяцы перед выборами, она была в большей степени рисована. На самом деле ситуация хуже. Но, как вы знаете, по факту выбора, блок Меркель получил 32,5% голосов, соответственно, партия Меркель, это тоже по-прежнему лидирующая партия, партия власти, но голосов для того, чтобы эта власть была сосредоточена, скажем, на единоличном начале, голосов баловат. Поэтому ей придется формировать традиционное правительство. С кем, друзья, неизвестно, мне будет очень интересно понаблюдать за этим, потому что ближайшие, скажем, партии, которые также получили достаточно голосов, это социал-демократы, 20% и ультраправые, кстати, называют неонацистами. Я был крайне удивлен, что им удалось набрать практически 14%. Конечно же, коалиционное правительство с этими партиями быть не может, потому что самые настоящие контры, собственно, отношения в штыки. И не знаю, как и с кем будет договариваться Меркель. Может быть, партии, которые набрали, конечно же, меньшее количество голосов, ну, а может быть, каким-то чудом ей не пытаться найти общий язык с ультраправыми, с демократами вряд ли, потому что, ну, хотя, не знаю, друзья, тоже ультраправые даже, как вот последним сфотком, собираются объявить Серхоту на Меркель, тоже со всеми вытекающими последствиями. Ну, будут держать вас в курсе, конечно же, о кем будет правительство Германии. Сейчас политическая тема уже уходит на второй план. Мы снова говорим про программу количественного смягчения, про экономические стимулы. Ждем следующее заседание Европейского центрального банка. И не буду, разумеется, противоречить тому, что говорил ранее, сигналов и свидетельств, подтверждения того, что ЦБ свернет стимулы, очень мало, практически нет. В эту пятницу выдают данные по инфляции в еврозоне, посмотрим за этим релизом, потому что это важно. Статистика по инфляции может дать определенный, точнее, задать тон мышлению и рассуждениям по поводу решений драги относительно и программных QE, и, собственно, и процентных ставок. Но евро у нас остается под давлением, тем более, что доллар, даже при всем активном обсуждении ситуации вокруг Северной Кореи, держит также оборону, держится выше 110 иен против американца. Доллар, точнее, его локальный рост, прессует на евро. Евро у нас удерживается ниже отметки 1,20. Я думаю тоже, что мы можем вставить на последовательное снижение главного валютного риска в районе 1,18. Доллар-каналец. В пятницу у нас данные по инфляции были 1,4% с 1,2%. Серьезный рост, конечно же, на основании этих данных. USDCAD со свойственной волатильностью до этого актива вполне могла добраться даже до отметки 1,20. Но этого не произошло. Сейчас пара торгуется на уровне 1,23-1,26. Я считаю то, что статистика, которая вышла в прошлую пятницу, опять же, должна быть больше на руку тем, кто уверен, что канадские регуляторы пойдут на еще одно повышение процентной ставки. Почему бы и нет? Я крайне удивлен, что два решения были так быстро приняты. Если хотите поспекулировать данные валютной пары, я рекомендую присмотреться к коротким позициям с отметки 1,2250. Но ни в коем случае не сейчас. Если канадец умудрится при всем фоне, который складывается сейчас на рынке и при всей бодрости доллара и нашей веры в американца, добраться до отметки 1,2250, ему ничего не будет стоить, чтобы затащить доллар, продавить его до отметки 1,20. Покупать пару я сейчас не хочу, потому что мне трудно сейчас податься опять же с тем позиционированным, которое присутствует среди трейдеров, канадцам и веры в возможные изменения монетарной политики. Я считаю то, что это неправильная позиция, но, как показала, опять же, действительность последних месяцев, неправ был я, потому что я не верил в рост процентных оставок. А вот, судя по всему, многие на рынке верили, смогли на этом заработать. Ну что ж, путь-то тащит пару. В район 1,20 я, как и всегда, предпочитаю все-таки держаться подальше от этого, в этот активов. По фунту, что здесь стоит отметить? Пятничное выступление Терезы Мэй. Самое важное то, что был обозначен явный примирительный ток. Тереза Мэй предпринимает все возможные усилия, чтобы попробовать сохранить доступ к единому европейскому рынку и попросила Европейский Союз, чтобы такие условия были, по крайней мере, сохранены на ближайшие 2-3 года. Официального ответа составляем Европейского Союза еще не последовало, но думаю, что и Европейский Союз хочет что-то сделать для того, чтобы заложить и со своей стороны вот эту часть фундамента, на котором можно было бы выстроить здоровую процедуру Брэкзит. Это было бы правильно. Поэтому, скорее всего, эту позицию Тереза Мэй поддержит. Но не забывайте, что остаются еще три таких спорных момента. Это права граждан Европейского Союза, которые находятся на территории Англии, и, соответственно, наоборот. Это еще спорный момент по поводу границы Ирландии. И еще один спорный момент – это обязательства, которые характеризованы как фискальные налоговые Англии перед странами Европейского Союза. Сома до сих пор обсуждается. Вот по этим трем вопросам особой дискуссии не было. Единственное, что говорили, как я уже отметил, о доступе к единому европейскому рынку. И позиция была воспринята как шаг навстречу, чтобы вывести ситуацию из вот этого тупика, в который оказался весь механизм процедура Брэкзит. Это, по идее, позитивный момент, друзья. И я напоминаю то, что сейчас мы, наверное, можем руководствоваться логикой приема, что что бы на рынке ни случилось сейчас в Британии, фунт, с учетом той динамики, которая была показана больше недели назад, будет претендовать на движение в район 1,4. С чем это связано? Потому что, как уже посчитано, рост британской валюты на 2-3% сейчас позволит, опять же, скостить показатели по инфляции примерно на сопоставимые уровни. То есть, если мы будем говорить о паре фунта-доллар, которая станет котироваться на отметке, вот текущий уровень, секундочку, 1,3541, а будем говорить об уровне 1,4, соответственно, индекс потребительских цен на фоне укрепления национальной валюты будет снова смещаться в район 2,6-2,7%. Мы уже с вами пришли к одному из выводов того, что происходило, что, скорее всего, именно этого и хочет добиться, собственно, Банк Англии. И все вот эти разговоры о повышении процентной ставки – это лишь напускное, чтобы подогреть интерес к возможному ралли, и этот план сработал на все 100%, потому что фунт прибавил несколько сотен фунтов за крайне короткий промежуток времени. Поэтому сейчас любой фундамент негативный, позитивный – неважно. Он может быть лишь топливом для того, чтобы поддержать этот ралли и позволить паре фунт-доллар оказаться выше. Но поскольку это ралли будет противоречить, опять же, наверное, более правильным фундаментальным ожиданиям, я рекомендую, если, опять же, и торговать, то причин искать уже не в фундаменте. Но лично я, опять же, спекулировать британцам сейчас пока что не буду. Посмотрю затем, как ситуации и события развиваются со стороны. Если появится какой-то более мощный сигнал, в идеале бы все-таки на снижение, тогда, конечно же, вы первыми узнаете об этом. По австралийцу. Австралийцы торгуются ниже отметки 0,8. Эта слабость является следствием последней риторики, риторики о прошлой неделе Филиппа Лова, который подтвердил приверженность, опять же, мягкой экономической политике. И про причины говорить не буду, поскольку уже неоднократно мы их называли. Надеюсь, то, что вы их усвоили, опять же, скажем, основной уклон и основные посылы, которыми руководство Резервной Банка Австралии в определении текущего вектора монетарной политики. Понимаете, чем чреват для национальной экономики более высокий обменный курс австралийца? Под более высоким обменным курсом австралийца я подразумеваю котировки выше отметки 0,8. Новозеландец идет следом. На этой неделе, кстати, у нас в среду, в переходе со среднего четверга заседания Резервного Банка Новой Зеландии, где будут пересматривать процентную ставку. Думаю, что его вряд ли изменят, но по мере приближения этого события мы будем, собственно, говорить о нем больше. Но уверен, что риторика будет полностью слизана со слов Резервного Банка Австралии, потому что картина в целом похожа. Значит, Новозеландец также будет оставаться под давлением. Из важных событий сегодня в 16.00 выступление Драги, но выступал он и на прошлой неделе. Рынок особо, опять же, ничего интересного не услышал, поэтому и не нашел оснований для того, чтобы продемонстрировать какую-то полученную волатильность. Поэтому сейчас вряд ли мы тоже увидим что-то интересное по евро. Европейская валюта, как и раньше, будет опираться на поведение доллара. А доллар непременно вырастет, если удастся погасить вот этот новостной фон и негатив, связанный с ситуацией вокруг Северной Кореи. Друзья, на этом, собственно, все. Не забывайте, что сегодня в 16.30 состоится вебинар, правильный понедельник, традиционный, где мы еще раз поговорим про основные события в прошлой неделе. Отвечу на ваши вопросы, если они уже есть. Но если кому-то хочется быстрее получить ответ на то, что вас интересует, пишите на канале на YouTube, на форуме о Маркетс. Это те самые каналы коммуникации, которые были созданы для вас, для общения и между собой, и вас со мной. Я поддерживаю вас, собственно, в этих начинаниях. Стараюсь не оставлять без ответа ни один вопрос. Тоже при померении необходимости присоединяюсь к обсуждению, к дискуссиям. Надеюсь, то, что наши ряды, ряды трейдеров о Маркетс, тем более с активной такой полуровной позиции, будут только увеличиваться. Остается пожелать вам хорошей торговой сессии, хорошей недели. Помните то, что одним из залогов, собственно, хорошей торговли является обязательный контроль рисков, соблюдение правил риск-менеджмента. Надеюсь, то, что вы эти правила узнаете все от и до, когда про них не забываете. Всего доброго. До свидания.